Дмитрий Чубашенко 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 начать работу в пользу кандидата Игоря Додона. Демократам сказали, что точно так же, как мы эти два месяца или месяц работали за лупу, сейчас мы должны работать за Додона. Теперь понятно, наверное, всем, почему мы не снимаемся с выбором, почему мы идем до конца. Потому что только мы сегодня являемся антисистемной партией, антисистемной силой, которая идет, чтобы сломать эту систему Плохотнюка. И у нас есть реальный инструмент для этого – указ президента номер один о распуске парламента. С помощью этого указа мы открываем дорогу для досрочных парламентских выборов, для формирования нового парламента, нового правительства. Эти власти будут сметены. И уже к весне мы можем иметь в Молдове новый парламент и правительство, которые привлекут к ответственности тех, кто воровал все эти годы, тех, кто украл миллиард, и которые начнут постепенно наводить в Молдове порядок и возрождать нашу Молдову. Спасибо еще раз всем. И сейчас Рената Георгиевич Усатый тоже хотел бы выйти на связь с нами и обратиться к вам. Добрый день, дорогие друзья. Я очень рад, что у меня есть возможность через наши правильные молдавские СМИ обратиться ко всем нашим сторонникам и вообще ко всем гражданам Молдовы. То, что наша партия является именно той партией, которая больше всего боится плохотнюк, это сегодня уже ни для кого не новость. Мы все стали свидетелями того беспредела и тех репрессий, которые предпринял режим плохотнюк против нас. Я обещал на площади Великого Национального Собрания, что я кончу режим плохотнюка, чего бы мне это не стоило. Я буду продолжать бороться, и я уверен, что я добьюсь в ближайшее время международного мандата на арест плохотнюка. Пока я не буду сотрудничать с правоохранительными органами других стран, я хочу через вас обратиться к генеральному прокуратуру. А нет же, Карпунцов выступает по скайпу, стал основанием для возбуждения уголовного дела против меня, десятки доказательств и так далее. Вчера вы видели, что произошло на телеканале Н4. Десятки тысяч людей уже посмотрели эту программу в социальных сетях, я представил четкие доказательства того, что плохотнюк сегодня является преступником. Я представил часть, небольшой доказательств, что он является заказчиком убийства Карпунцова, чего молчит прокуратура. Я хочу посмотреть, как прокуратура прокомментирует. Они очень много кричат в последнее время здесь при лупках по трафике и инфуенции. Я в таком образе, как все с фактом, плохотнюк вспомнил угрозу конкретнее регистраря, хоря, публикату, универбежский персонал плохотнюк. Я хочу увидеть, как приняты против сотрудника МВД Гуйбана, который на прошлой неделе, прикрываясь визитом рабочим в Москву, еще взял с собой ребенка для страховки. И вместе с ним вылетелось бы два сотрудника на два часа позже, которые готовили мое похищение на территории Москвы и для того, чтобы незаконно вывезти меня в Беларусь. Потому что, когда у одного из руководителей МВД хвастается тем, что у него есть план моего дома, включая, где крестиком отмечена моя кровать, этот крестик будет на голове уже с Данаком, Калюка и прочих подонков, которые все отмечали. Когда я вижу беспределы режима Плохотнюка, у меня сжимаются кулаки, а у Плохотнюка, поверьте, сжимается горло. Я хочу увидеть результаты первого тура и все населенные пункты, где есть примары Плохотнюка. Значит, мы увидим, на кого реально дал команду голосовать Плохотнюк, потому что в 12 часов ночи, в ночь с 30-го, мы с воскресенья на понедельник, мы увидим результаты голосования в этих селах, и мы тогда увидим, кто реальный кандидат Плохотнюка. Мы же призвали голосовать за Майю Сандук, да. Вместе с вами мы добились того, что, разоблачая его планы, американцы заставили его снять слуху. Это реально выпуск в год. Но это еще не является проигрышем Плохотнюка, потому что большинство тех, кто зарегистрировали в Сыске, они являются кандидатами Плохотнюка. Я имею в виду на должность президента. Я обещаю довести до конца начатое дело. Я обращаюсь ко всем тем, кто с нами протестовал, ко всем тем, кто нас поддерживал. Я обращаюсь к нашей огромной диаспоре, которая находится за рубежом. Ребята, звоните родителям, дедушкам, бабушкам, кумнатам и призывайте их правильно голосовать. Хотите увидеть Плохотнюка и его банду на КПЗ за стенках, голосуйте за меня и нашего правильного кандидата, самого чистого, Дмитрия Алексеевича Чупашенко. Право, со мной сумерс, тот сус, сенаторий, тот черт оттеней Републики Молдова, корену суты индифферент, дечественной дымной Републики Молдова. Промед, тут урок, войлута, ковновоурману Региму Плохотнюк, что сфакт только субистру. Так и не ожидает спиной астас, но не о нем программе, кумам аст-кандидатск, ла функция депреживения. Ку принципи, швамоль, у реформы случались, шмолдявны. Его промед к Плохотнюку сфии, богат лапушкарей, фронтировус фиенкист, в тец же здании, кавкалючий, шпрокурори, кореи, и арьел, осенчерчис паразианская цара, но при вону к Плохотнюк, возведущему Молдову, это посвия не больше порт богат. Выпочел учерканцы-моропянцы к имени территории Федерации Русы, пусть прочидет, шедево шагу прочидязы, кум прочидязы ей. Кстати, фамилия следующего прокурора, по крайней мере, сейчас или испортим Плохотнюку план, знаете, ну, как говорится, лучше испортим, пусть он сбудется, или пусть идет на правом. Сегодня ночью он решил, что самые верные все-таки кандидаты из тех, они хорошенно будут продвигать надежность генерального прокурора. Плохотнюк, ехтежат, троевск, увяд садан, муцтематин, гелемеля, Владимир Георгиев. Шип, кунцам спут, асысба сжог, депутор, асысба сжог, демолгова. На самом конце, ехтеприн Плохотнюк, кунцеприн, акуну, асысба к чеччам, декларат, кумовчал, чеччам, декларат, кумовчал, инфаса, фоку, и бралон, муни. Поэтому, ребят, еще раз всем огромное спасибо. Спасибо нашей команде, которая вкалывала с утра до ночи, за идею, не за деньги, как партии всех остальных кандидатов. Потому что, чем больше будет недельных людей, тем быстрее все гражданского общества, оно вырастет. И пока мы сами не решим наши проблемы у нас дома, их за нас никто не решит. Если есть у кого-то из представителей СМИ какие-то вопросы, я готов ответить, потому что не знаю, когда будет следующая возможность. Вопросов нет. Значит, все вчера на Н4 у конца сказал. Значит, Братовец Козибуна, Дмитрий Алексеевич, вам успехов. Я буду голосовать в Москве. Как-то даже никто и не сомневался, да? Я сделаю так, чтобы, по крайней мере, из-за того, что я сейчас голосую в Москве, Плаходмир будет в следующий раз голосовать на КПЗ. И будет голосовать, находясь в женской камере. Можете не сомневаться. Давайте, хорошего дня. Я вас люблю. Всем огромное спасибо. Спасибо. Рокен Треберь. Можно вопрос? Да. А скажите, вот, какие опрессии, которые вот тоже, как выступили с Анатолу Садовна, это может негативно или положительно сказаться на числе голосов, отданных за кандидата президента нашей партии? Мы еще упустили такой момент. На этой неделе был арестован в Бельцах сторонник нашей партии, директор одного из муниципальных предприятий Сергей Пчела. Это очень уважаемый представитель правоохранительных органов, полицейских, награжденный орденами, участник событий в Приднестровье. То есть, он такой офицер, раскрывал очень много убийств. Очень уважаемый полицейский. Из-за того, что на него оказывалось давление, чтобы он дал какие-то показания против Усатого, он отказался это сделать, его арестовали. Одели наручники на него, так, чтобы унизить и запугать. И на 72 часа арестовали. То есть, это тоже пример вот таких, такого давления и репрессий. Они пытаются запугать, но это не работает. То есть, нас бьют, а мы летаем, да? Как в той песне поется. Нас бьют, мы летаем. Для избирателей, я думаю, это наоборот. Ну, к сожалению, нельзя, мы не хотим на этом очки зарабатывать, но реально это как бы в нашу пользу. Они просто действительно сошли там с ума, то есть, уже ничего не знают, что делать, и просто колпашат направо и налево наших сторонников. Но у людей это вызывает обратную реакцию, отторжение. Потому что, ну, вы знаете, что у нас народ такой любит тех, кого обижают и поддерживает их. надо ли понимать, что в ходе этой предвыборной кампании окончательно развалилось протестное движение? Сегодня вы выступаете отчетными конкурентами с партией специалистов. Правое протестное движение, в общем-то, тоже сконцентрировалось как бы в одной мае сомнений, что это навсегда или существует какая-то вероятность, что при определенных условиях оно может, не знаю, как птица Феникс успеху возродить. Или все? Спасибо. Плохотнюк, он поломал действительно протест и он своим решением Конституционного суда 4 марта, он как бы бросил вот эту кость президентских выборов. Все пошли на президентские выборы. Наша партия, немножко издалека, наша партия тоже не могла не пойти на эти выборы, потому что на этих выборах мы уже потеряли как минимум две политические партии. Партия коммунистов окончательно умерла и позавчера Плохотнюк и Лупу фактически похоронили демократическую партию. То есть она уже не возродится, что бы они там не делали, считайте, что это покойник. Что будет с платформой, да, тоже не совсем понятно, потому что она сейчас как бы растворилась в партии Майя и Санду, вместе теряют свою идентичность, останется платформа, может быть они объединятся там как-то в одну партию, мы сейчас не знаем. Если бы наша партия не пошла на эти выборы, она тоже можно было ее закрывать. То есть вешать замок и никто бы сейчас о ней уже не вспоминал, то есть дальше бы она уже не смогла подняться. Поэтому она пошла на эти выборы и в этом плане эти выборы очень успешные. Партия сохранилась, партия укрепилась, партия продвинула, продвигает свои идеи, свою позицию и партия создает очень прочный задел на какие-то любые другие последующие избирательные кампании. Что касается протестов, то это зависит от того, как будут развиваться события. Если Плохотнюк будет дальше так сходить с ума, то я думаю, что протесты возобновятся. Если президент, кем бы он ни был, не будет выполнять вот эти, не будет следовать основным ожиданием общества, вот это пожелание основное, желание общества поменять эту власть. Вообще все поменять в Молдове. Если президент не будет этого делать, мы точно это будем делать. У нас есть вот этот инструмент за полдня буквально покончить с этой властью одним указом. То есть любой политик, который не будет отвечать ожиданиям общества, он просто может снова породить протесты. Могу я спросить вас, как вы слушали журналисты, а в душе я так полагаю, что вы остались с нашим коллегой, попросить вас дать оценку ситуации, когда острый расплачительный материал, предоставленный господином Мусатом, попадают в программу, она снимается, а потом кавычки открываются по техническим причинам, кавычки открываются, то есть передача в эфир не выходит. Что это такое? Вы вообще понимаете, что произошло? Это демократия по-плохотниковски, это как бы все известно. Мы думали, что у него только там 4 или 5 каналов своих, где он там вообще все ходят по струнке и все управляется, все там занимаются этим оболванием его каналы. Но оказывается, он имеет влияние и на другие телеканалы. То есть Георгий Гонц честный журналист, по-честному сделал эту передачу, но у канала есть очередно какие-то акционеры, владельцы, и на них было оказано давление, чтобы эту передачу сняли. То есть это цензура. То есть это нарушение прямой Конституции. В Конституции сказано, что цензура в Молдове запрещена. Есть ли смысл обратиться к СТР по этому вопросу? Вы бы еще в Нобел обратились или в Джибиси. Примерно такой же эффект будет. в Молдове. Носы примит, алт рэспунс. Рэспунсul nostру ест, кээн тур-ул-дой, партидул nostру, элвасусыни пэй кандидатул партидулу nostру. Алт рэспунс новим. Дакэ нусынтэнтрибэр, ва мултымим. Шынэнтэлнэм ла лэгэр. Рэспунс выкладывали эффект grote у юмати, трэп х мултымит виеца. Фальеффунь злазэнтрибэр.